всем здравствуйте всем прекрасного отличного настроения хочу пожелать всем вам начала нового сезона по крайней мере для меня сегодня 1 сентября по идее сегодня день знаний и именно сегодня я решила записать свой первый расклад после отпуска но я конечно же не могу начать расклад не поблагодарив вас за ваше терпение за ваше уважение к моему решению за то что вы остаетесь на канале за то что никто не отписался меня это очень и очень удивило потому что целый месяц не имея раскладов просмотра у меня было ощущение что половина моих подписчиков отпишется но как мне сказали костяк людей которые любят мои расклады умеет терпеливо ждать я вам искренне благодарна за это обязательно ближайшее время если не в этот четверг то в следующий 9 сентября я обязательно проведу прямой эфир где мы с вами пообщаемся мы уже очень долгое время с вами не общались в прямом эфире по моему уже месяца полтора-два если я не ошибаюсь потому что в августе не было эфира очень хочется мне с вами поговорить рассказать много чего интересного есть у меня планы конечно же я зарядилась энергии на очень надеюсь на целый рабочий год вот и сегодня мы начнем с вами расклад с привычного нам формата руки карты для тех кто их любит первые два расклада будет в этом в таком формате как я это делаю обычно вот для тех кто привык видеть меня в камере подождет буквально недельку и уже со следующей недели расклады будет как я люблю говорить с моей физиономии в камере вот но в любом случае энергетику мою вы получаете заряжаетесь чувствуется я очень надеюсь моя улыбка моя радость мое ожидание я сама очень приятно удивлена что соскучилась мне это очень очень нравится во-первых соскучилась по общению с вами во вторых соскучилась по раскладам потому что целый месяц я не брала карты в руки специально а вот прям была необходимость такая отдохнуть вот и я надеюсь что теперь заряд моей энергии хватит на всех нас итак сегодня мы будем делать расклад который вы предложили но у меня есть еще темы к раскладам с прошлого опроса достаточно и сегодняшний раз так как вы уже видели называется что сейчас происходит со мной на данный момент у нас будет три позиции голубенькие красненькие зелененькие камешки работать будем на вы видите вот это все о нем метафорическая колода в плюс ко всему я коробочку так поставила для экрана чтобы ограничивать рамки да как это видно где и сколько и колода это метафорические карты про тебя это женская это мужская сейчас опять поставлю на место на так чтобы видеть рамки где могу выкладывать карты докуда и колода логинова которая называется называется танец шамана очень красивая я подбираю для таких форматов где карты руки колоды который будет достаточно эстетично смотреться в экран вот вам было приятно вообще для работы я всегда выбираю колоды подходящие мне по энергетике каждому раскладу но достаточно вступление с одной стороны я еще волнуюсь если быть максимально откровенно искренне не знаю почему вот ну это вот первые минуты пока не начну давайте все-таки приступим сегодня просто посмотрим что происходит вашей жизни и так позиция номер один отодвигаю туда чтобы вас не путать голубенький камешка сторонку положу вот и мы приступаем позиция номер один что сейчас происходит вашей жизни смотрите какая красивая королева час эмоции эмоции вас захлестывают акцент я бы так сказала даже если не захлестывают эмоции акцент сейчас на то что вы немножко расслабились немножко от наверно также как и я отдохнули может быть кто-то еще продолжает отдыхать королева чаш нам говорит о гибкости а мягкости а принятия что очень удивительно для единичек помню о том что все таки единички у меня достаточно такие структурные и в какой-то степени даже серьезные может быть иногда даже жесткие по своему характеру но все меняется ничего не является статичным так вот королева кубков говорит о том что возможно сейчас вы о чем-то мечтаете да возможно что-то для себя планируете но не в контексте чего-то такого структурного да я бы сказала больше каких-то фантазий но однозначно сейчас еще период вашей жизни такой достаточно ну отпускной настроение хорошее может быть где-то расслабленная но этот этот аркан не показывает нам какую-то активность если она присуща только в мечтаниях фантазиях в ощущениях чувствах но я больше склоняюсь к некой такой гибкости больше принятью к пассивности потому что все-таки королева кубков нам говорит о пассивности о чем еще говорит о том что рыцарь жезлов посмотрите обалденные карты в этой колоде вот но я привыкла не рассматривать тему отношений больше на для меня она вот в этом направлении говорит хорошо в скором будущем вы прям вот скором-скором рыцарь жезлов говорит непосредственно у нас о том что может быть вы мечтаете о каком-то движении что-то начать да либо вы уже начнете действовать причем начнете действовать достаточно быстро почему ну откуда вот такой вывод глядя вот просто на картинку потому что если вы посмотрите что здесь мотоциклист сидит на мотоцикле мотоцикл сам по себе достаточно такой скоростной предмет передвижения да но здесь еще мы видим что поезд до едет и он очень близок да и здесь вот прям какие-то доли секунды да кто успеет успеет ли он переехать через рельсы до по ту сторону либо поезд закроет ему дорогу то есть здесь вот действительно скоростная такая карта то есть еще раз повторюсь и скажу либо в ближайшее время вы хотите действовать что-то начать в своей жизни достаточно такое позитивное потому что жезла у нас всегда говорят про позитив жезла у нас всегда говорят про то что ваши действия они будут проявленными потому что жезла это всегда про показуху про то что видят другие не то что мы скрываем внутри себя а именно то что об этом должны узнать другие это должны увидеть другие это больше для проявления себя в социуме поэтому скорее всего даже если по возвращении например с отпуска да вы уже планируете начать как-то действовать двигаться до путь возможно вам будет недостаточно легкий который вы для себя наметили носил вам по крайней мере хватит это однозначно потому что жезлы это всегда про силу здесь мы смотрим и видим что еще у нас до восьмерка педагли восьмерка педагли у нас говорит о мастерстве о том что причем сфера до сразу которая у нас проясняется через эти карты говорит у нас о профессионализме да то есть это профессиональная сфера то есть вы уже наметили для себя либо определились вот так скажем потому что здесь нету плана действий а здесь скорее всего некий такой порыв желание начать действовать некий импульс на движение нету структуры восьмерка педагли у нас говорит о мастерстве но это мастерство узнаете которое в прошлом вы его нарабатывали то есть это не то что вы сейчас оттачивать это то что было знаете вы как результат больше я бы сказала то что было наработано уже начиная с тройки педагли потому что тройка педагли нам показывает построение чего-то нового и оттачивание своего мастерства и своих качеств наработка каких-то качеств а в данном случае материальном мире да то есть все что связано с финансами и также все что связано с ценностями поэтому здесь я могу сказать что это первый такой результат который вы получаете от своих трудов здесь мы видим до непосредственно самого логинова который из себя изобразил да как за работой натягивания на бубна на как шамана который работает над этим поэтому сейчас у вас будет такой период когда вы возможно захотите сделать проявить себя профессиональной сфере захотите сделать некий такой прорыв до очень ярко проявиться в профессиональной сфере но опять-таки скажу это то что уже является следствием того что вы сели в прошлом да то есть но и работа вам сейчас по восьмерке педагли будет приносить удовольствие однозначно это не будет то что вот опять надо вернуться на работу я не хочу им нет он нет здесь вот прям такой знаете интерес желание да вот прям после отпуска всегда такое бывает по крайней мере у меня рвение да потому что свежие силы потому что обновление хочется вкладывать хочется что-то делать и здесь он прям получает удовольствие дам полностью сконцентрирован на своей работе на том в чем он является мастер то что он знает хорошо что еще сейчас происходит в вашей жизни так рыцарь педагли у нас показан и десятка чаш вот здесь вот прям очень очень красивая тоже карта такая что еще то на чем вы долгое время работали смотрите как интересно рыцарь педагли здесь изображен то есть здесь горы трудности сложности но если кто-то каким-то образом когда-то сталкивался с мотоциклом до понимая насколько это тяжелой средства передвижения да само по себе и плюс ко всему он еще идет здесь в горку да то есть здесь нет какой-то ровной дороги да мы видим что есть камни есть какие-то препятствия то есть он прикладывает усилия для того чтобы двигаться да и плюс ко всему что он идет он еще и мотоцикл толкает здесь медленно здесь быстро не получится так или иначе поэтому а десятка чаш она у нас говорит смотрите о любви здесь опять таки он изобразил себя женой дерево с гранатами вот и в лотосе в чистоте мы видим ребенка держащего чашу наполненную да то есть здесь удовольствие и рождение причем это удовольствие она чистая потому что это изображен лотос до который наполняет себя эмоциями десятка чаш здесь не про семью здесь я бы сказала больше про наполнение про единение внутренние до двух своих сил пассивной и активной то есть здесь и она придает вот такое некое рождение чего-то нового то есть слияние у меня есть такое ощущение что долгое время к чему вы стремились что вот профессиональной сфере здесь к сферу конкретнее не показывает но то к чему вы шли по рыцарю педаклей долгое долгое очень время да вот сейчас период когда вы будете видеть свои плоды да это будет ваше внутреннее состояние наполнения здесь не про внешне а здесь потому что кубки это все-таки про эмоции это наполнение это ощущение именно восприятие себя в этом мире что меня все удовлетворяет независимо от того будь ли какие-то трудности проблемы сложности вы пришли к некому такому успокоению до к некому равновесию но это все может быть временно потому что еще раз повторюсь скажу что ничего не постоянно давайте выложим еще несколько карт посвящение на метафорических колодах и посмотрим что нам скажут карты отодвину так убирать не буду потому что они очень красивые но местами кажется достаточно так что нам скажет колода это все о нем да потому что нас есть мужские женские энергии так что сейчас происходит в вашей жизни ну смотрите прям вот эти две карты пересекаются что сейчас происходит ну во первых у меня такое ощущение что здесь прям сразу разные сферы показали опять-таки я не рассказываю на бытовом формате что происходит а именно энергетику да потому что все-таки общий расклад много людей и мне важна энергетика вы ее уже прочувствуете для меня эта карта всегда показывает о неком знаете пути который намечен но мост здесь он не стабильно они постоянно то здесь мы видим даже дощечка поломанная да но при этом четко человек говорит показ здесь вот человек изображен для себя ведь что он хочет пройти по этому пути то есть вы для себя сейчас находитесь в каждой своей сфере это кого что актуально в понимании куда я хочу прийти то есть путь у вас есть его однозначно понимаете что четкости и прям вот какой-то стабильности на этом пути у вас еще а нету то есть ничего еще конкретно не предопределено есть просто некое намерение и желание достичь чего-то и вы понимаете что у вас есть два варианта вариант может быть много но в данном случае мы по карте видим что один вариант либо вы самостоятельно проходите но это будет очень медленный путь почему потому что в любой момент может поломаться вот это вот лестница до эти деревяшки и вы можете упасть в реку да то есть здесь вот вода да в свои эмоции может вас накрыть то есть либо вы идете очень медленно к своему пути основываясь и полагаясь исключительно на себя либо вы принимаете помощь да ну в данном случае поскольку очень большая рука да я могу предположить что это может быть помощь свыше может быть а человека на которого можно опереться да то есть это не маленькая рука это хорошая надежная опора но здесь вопрос доверия да могу ли я довериться в этой руке не зная кому она принадлежит да и действительно переведет поможет ли она мне перейти на ту сторону или нет поэтому сейчас то что происходит у вас есть желание у вас есть стремление и мы видели вот здесь вот пары царь жезлов то же самое и то куда вы идете в этот путь в новый путь куда вы идете да смотрите здесь горы и здесь горы и здесь горы у нас везде есть горы то есть вы видите что туда куда вы идете вы выбрали для себя нелегкий путь да но он преодолим и потому что здесь на вершине до находится человек вот и здесь тоже видны вершины то есть это это доступно это не то что здесь мы тоже видим да что вы сможете к этому прийти к своей цели который вы для себя ставите здесь вопрос лишь доверие следующая карта на на прям красочно да и очень показывает и пересекается здесь наполнение мы всегда рассматриваем энергию что это может быть как наше внутреннее слияние да причем жезлы и здесь тоже жезлы да когда мы горим на когда нас одолевает некая такая страсть желание да и причем это не обязательно личные какие-то отношения хотя ну то есть карты мечтаем как прямом смысле так и в переносном да это вот внутреннее какое-то слияние да здесь она смотрите кубково эмоционально а здесь жезлово и да это может быть жезла у нас жезла почему я говорю потому что это стихия огня это может быть связано непосредственно с вашими желаниями да это когда ваше сознание и ваше бессознательное полностью согласно да то есть вы как будто бы нащупали какой-то внутреннюю внутренний консенсус самим собой да и нет никаких противоречий в том что вы хотите для меня эта карта показывает о неком таком уроке то есть если мы даже возьмем личные отношения в прямом смысле да то то к чему вы придете вы у вас уже есть четкое осознание что вы проходите урок и вы сможете до его пройти то есть вы после прохождения этого урока обогатитесь очень сильно на обогатиться на опыт ваша душа да то есть вам это просто будет необходимо поэтому сейчас все карты мне показывает о том что у вас есть какая-то идея причем это не просто идея и неуверенность в том что получится не получится а это четкое направление куда вы хотите двигаться да по крайней мере для себя вы уже определились что уже важно а дальше только шаги но и последняя карта она не говорит для меня о любовном треугольнике я вообще не люблю такие вещи вот потому что ну в моем понимании блин не все люди находятся в любовном треугольнике когда я слушаю многих коллег и очень часто это показывается любовный треугольник не такое ощущение что все всем прямо изменяют вот но хочется верить в нечто ну чистое лучшее что все-таки есть какие-то морали нормы и но все же в данном случае эта карта мне показывает об удовольствии да он наслаждение и здесь полное удовольствие а здесь примерно то же самое только другими словами другими персонажами отрисовано да то есть здесь находится мужчина в кругу трех женщин и он держит опять-таки кубок своей руки я могу предположить я бы считала эту карту как человек у которого есть три неких идеи на три мечты ты фантазии и он причем одна достаточно давняя потому что девушка стоит за его спиной одна сейчас в данный момент и 1 как будто бы на реализацию в очень близком будущем и вот человек получает удовольствие от этих желаний либо он вот здесь данном случае он как будто бы получает результат из прошлого о чем нам и говорила восьмерка пендакли да то есть я очень хорошо поработал и я получаю результат здесь я в данный момент получаю удовольствие от реализации какой-то мечты а либо желания либо идея в моменте здесь и сейчас это может быть элементарно вдохновение это может быть наполнение да но однозначно это состояние удовольствия это во-первых повышение самооценки то есть я не могу сказать что по этим картам у вас сейчас а заниженная самооценка ни в коем случае наоборот вот это вот знаете ощущение того что я нашел себя в этом мире да я нашел свое место неважно если это будет не работа как скажем моей мечты но вот ощущение того что я сейчас начинаю жить да я нашел себя в этом мире это вот прям мне эта карта показывает однозначно так сколько там время как всегда много говорю но хорошо давайте еще вот еще две карты на колоде это все они нет и посмотрим что еще происходит вашей жизни что нам покажут карты ну вот 2 я вытащу смотрите здесь как раз таки карты показывают не то что вы находитесь сейчас в этом состоянии а для меня это как этот тандем до этих двух карт показывает однозначно что вы именно вышли из этого состояния хотя в принципе да можно сказать что девушка идет вперед да вот как будто бы идет к этой карте но интуитивно мне наоборот хочется сказать что как будто бы карта должны быть именно вот так здесь энергетика вот такая что как будто бы она идет вперед а помня о том причем дракон это опять-таки наши эмоции да наше состояние и здесь нарисована майки майки можно воспринимать но по крайней мере я как некий такой опиум до опьяняющая здесь как будто бы у девочки такое вот опьяняющее состояние того что я смогла укротить своих драконов в данном случае о чем это говорится о том что я смогла выйти из этого состояния для кого-то это может быть состояние очужденности отдаления да в прямом смысле может быть кто-то вернулся с отпуска где он вот прям ну необходимо было уединиться как я например да а для того чтобы перезагрузиться не для того чтобы грустить и падать в депрессии хотя и у кого-то может быть и такое проиграться но сейчас однозначно достаточно светлая пора такое ощущение что здесь вы прошли некий опыт и научились вытаскивать себя из депрессивных состояний то есть здесь вы как будто бы осознали и поняли каким образом я входил в эти неприятные пассивные апатические состояния и вот отловив и увидев этот сценарий больше я в него не вхожу и даже если появляется аналогичные мысли которые вгоняют нас в неприятное апатическое упадческое состояние до отметив уже эти мысли и сам процесс понимая как он происходит вы достаточно быстро уже выходит то есть вы уже не зависаете как ранее там неделями днями вам достаточно но несколько часов до может быть для кого-то прям сразу отслеживаете не входите в это состояние то здесь полное ощущение всей от этой позиции да у меня вы как будто бы действительно перезагрузились наполнились но это не временное наполнение а это уже такое знаете осознанное состояние как мне быть вот в этой здесь ощущение того что вот я вошла в некий такой либо вошел в некое такое состояние которое будет постоянно но здесь не постоянно что мне будет все время хорошо а некой такой стабильности опоры чувство что вот все уроки которые я проходил в прошлом они привели меня к тому что я стал более уверенным человеком во мне появился некий стержень да безусловно будет и трудности будет и темные полосы и светлые полосы но у меня есть уже на что опереться вы как будто бы внутри себя выстроили колону на которую можно будет опереться это ваша колонна ценностей и понимание себя и того к чему вы хотите прийти и вот это вот было очень важным моментом и поэтому сейчас вы можете двигаться на легкие то есть даже когда будут какие-то трудности в вашей жизни а вы и будете преодолевать уже намного проще не впадая в негативные какие-то эмоциональные состояния которые забирают у вас энергию вот такая вот позиция была у меня номер один так сейчас я соберу карты и мы пойдем дальше так позиция номер два красненький камешек и мы с вами смотрим что нам покажет позиция номер два что сейчас происходит вашей жизни шут дурак восьмерка кубков чаш и туз жезлов ну вот видимо я отдохнула и и и все у меня подписчики в унисон со мной тоже отдохнули мы идем все вместе в новые начинания о чем здесь говорят карты ну во-первых о том что шут идет правда очень интересный момент смотрите шут он идет в прошлое до налево и восьмерка кубков уходят у нас направо до в будущее поскольку все-таки линейность по крайней мере на западе да мы не говорим про восток у нас все-таки идет слева направо да так мы читаем поэтому время представление времени она линейно визуально слева направо так вот то что было в прошлом здесь идет обнуление да вы и восьмерка кубков нам говорит как раз таки о том что вы идете в прошлое то есть то что вас каким-то образом не устраивало да это остается позади здесь идет красивый такой шут перышки да какая-то легкость и вот у меня ощущение такое что вот здесь какие-то до растения и здесь цветы и они как будто бы объединяются да и вот указывает на некую такую ситуацию и смотрите как интересно деталях если посмотреть здесь есть текст который написан возможно мужчина оставил да прежде чем уйти и на нем есть ключ то есть он принял какое-то решение да был найден ключ решения к тому что я хочу уйти и туда куда я иду здесь картина прям горя нарисованы да некая такая в будущем да а может быть даже и в прошлом скорее всего да потому что туда куда идет человек четко не прорисованы да еще не определено есть какая-то такая дымка туманность но я все равно по ключу до приняла решение оставил все трудности сложности которые меня обременяли но при этом в этом было что-то такое ценное потому что все таки цветы причем они белые да у них сердцевинка желтая по идее вот они это нарциссы скажите если я не ошибаюсь то по моему это все таки цветок называется нарцисс если это так то мы то то как одна из интерпретаций до оставляем некий такой эгоизм позади и идем в будущее и смотрите как прекрасно до оставляем обнуляемся все что у нас как-то обременяла да было достаточно сложным где возможно мы себя не могли найти не могли проявиться ситуация возможно были где либо вы либо другие люди проявляли себя достаточно эгоистично то есть не было гармонии и это все остается позади причем листья которые здесь изображены да напоминает осень как раз таки а осень это пора когда сменяет лето да то что было таким ярким да могу предположить таким красочным теплым может быть где-то горячим то есть мы оставляем позади то что было действительно ценно для нас да и идем далее а куда мы идем это туз жезлов посмотрите какой красивый туз жезлов туз жезлов импульс начало начало энергия дана на реализацию либо обучение до либо на реализацию своих желаний это может быть карьера это всевозможные амбиции жезлы у нас говорят об очень многом но в общем жезлы у нас непосредственно связано здесь дерево изображено причем очень напоминает древо жизни в контексте чего что здесь вот корни да потому что все начинается а из небес корни древо жизни а ветки непосредственно у нас на земле то есть не снизу вверх растет дерево а сверху вниз потому что корень причина причина всех причин у нас на небесах там все зарождается у нас здесь проявляется вот мы видим здесь треугольник дам стихия огня непосредственно и он пронзает как будто бы мечом до беря вот энергию начала импульс поэтому вы идете к чему-то новому начинанию а и жезла я как начала когда говорить про древо непосредственно это у нас стихия огня и это импульс и жезлами нас ассоциируется жизнь в целом как таковая поэтому все что связано жизнью с вашими желаниями с вашими амбициями это то к чему вы идете то есть я могу сказать что здесь вы наконец-таки выбрали себя это был выбор он был достаточно сложный вашей жизни но вы огромные молодцы вы нашли в себе силы оставили позади то что было действительно наработано вами то что было ценно и значимо этот выбор давался вам нелегко но вы идете в новое и вот с этим могу сказать что вы молодцы давайте еще вы не вытащу парочку карт и мы пойдем к метафорическим ну здесь карты больше не хотят говорят ничего вот то есть все что нужно было сказать карта бланка или как она пустая не знаю шамана говорит о том что все здесь уже сказано все что нужно было сказать сказано тогда я просто вот подниму наверх вот и мы посмотрим на метафорические картах что еще происходит в вашей жизни что еще происходит на данный момент вашей жизни ну вот смотрите какой прекрасный красивый прорыв вообще у вас происходит опять таки да все мне показывает о неком таком состоянии когда вы действительно двоечки молодцы не знаю что сделали напишите научились выбирать себя почему я так считаю потому что смотрите здесь у нас есть забор да и дерево невзирая ни на какие преграды ни на какие трудности да она прорывается и растет то есть нашло выход опять таки как этот ключ до да то есть решение было принято выход был найден выход из чего мне здесь показывают эту ситуацию да когда вы ощущали себя хочется сказать забитым ну просто слово такое идет и как центре внимания когда за вами все наблюдают да вас все осуждают и ощущение того что меня это все уже достало да меня уже все достало я уже ну вот хочу опять таки совершить прорыв да хочется встать двумя ногами на землю и такой знаете вот вот у меня ощущение закричать да вот закричать оставьте меня все в покое причем крики прям орать чтобы как это сказать обычно мы говорим высказаться а здесь проораться да то есть выпустите себя вот эти вот все подавленные до состояние ощущения что хватит уже до хватит с меня и прям вот это вот давление ощущается по этой карте и она помогло вам принять это решение которое вами было принято поэтому то что происходит сейчас вот эта вот карта она говорит посмотрите здесь с одной стороны можно сказать о дружбе двух людей на для меня это двойственная картинка ощущение того что дружба руки сплетены да здесь у нас значит щит более такая активная мужская позиция а здесь девушка с корзинкой такая мягкая более пассивное ощущение того что вот внутри себя вы нашли какое-то примирение вот вот это вот единение внутри вас когда условно говоря ваше сознание нашло объяснение бессознательному почему происходят те или иные вещи со мной да где и как я поступаю не так то есть вы знаете как будто бы пришел некий такой инсайт который помог вам встать с колен вот вас долгое время опускали опускали а тут вы встали с колен и приняли решение двигаться дальше неважно в каком направлении здесь тут жезлов сил вам хватает и шанс причем дался вам выдался что-то здесь произошло такое что да вот у меня ощущение знаете прилива энергии прилива силы это очень напоминает ощущение экстремальности некой такой да когда например в избе изба горит а в избе остался ребенок и невзирая на какие-то страхи что вот я могу там сгореть либо еще что-то вбегаешь и спасаешь там неважно собаку человека неважно ну то есть откуда там идет вот этот вот прилив у меня прям аж мурашки по всему телу сейчас идет вот этот вот прилив энергетики что знаете вы неожиданно нашли в себе какие-то силы да вот эту вот храбрость не знаю отстоять себя отстоять свое мнение отстоять свои позиции отстоять свою жизнь в конце концов и вот это вот знаете вы с одной стороны нашли эти силы с другой стороны вы стали себя больше уважает за то что вот вы наконец-таки смогли и вот это вот внутреннее удовлетворение от этих карт мне идет о том что оказывается это было не так то и сложно то есть какой я молодцы сами удивляете своему вот это вот принятому решению либо поступку который вы совершили но упала карта вот ее мы и поднимем так что за карта вот прям смотрите тоже да здесь мы видим видно да ниже пущу так видно здесь мы видим девочку за которой все наблюдают а здесь мы видим цветок который плачет теряя свой листочек а на него вот эти вот тыквы до наезжают типа ты же не тыква ты цветок каким образом ты здесь появился вот это вот ваше такое состояние скорее всего она была у меня ощущение что это все-таки прошлое на показ ну давайте посмотрим что еще происходит вашей жизни на данный момент ну вот смотрите на вот смотрите как интересно ключик ключик вот он и ключик сейчас то есть ключ открылся вот этот ключик открываем и выходим из некого заточения вот это вот наше психологическое заточение на это наше ощущение внутри как будто бы это внутренний наш ребенок говорит о том что за мной все наблюдают и здесь я могу предположить что это может быть некая такая проекция ваших ощущений что это вы сами за собой наблюдаете да это ваши глаза это не чужие глаза вас самих то есть вы сами себя контролируете вы себя держите вот в этой некой такой западне которые не выпускали наружу но сейчас вот этот вот добрый герой да вот это вот принятое решение силы от слияния сознания и а нашего бессознательного до вашего скорее всего и придало вам сил выйти и вот вы вышли и не знаю почему справа налево читать но здесь вот в конечном итоге вот хочется сказать что знаете вот будущее влияет на настоящее и прошлое влияет тоже на настоящее вот это вот как будто бы линия настоящего меня такое ощущение что вот то посмотрите как он здесь работает на условно говоря на каменоломнина собирает за его плечом вот у меня здесь как мешок собирает какие-то камни но при этом он привязан видите он никуда не может уйти и здесь летит орел и очень напоминает на миф прометея до который был прикован горе за то что поделился светом да и орел должен был каждый день поедать его печень до тех пор пока геракл его не освободил согласно мифу так вот вот была какая-то вот эта вот привязанность до было ощущение во некого гнета трудности сложности что вы не чувствовали себя не ощущали себя свободным таким как как орел в данном случае да и здесь можно сказать что это человек прям мечтает о некой такой свободы до что было в прошлом вот это вот гнет привязанность к чему-то каждый смотрите свою ситуацию вот но вы смогли высвободить потому что вы здесь ушли вы оставили как я сказал вначале то что было для вас самое ценное то что было для вас самое важное и вы смогли высвободиться и теперь смотрите как интересно на здесь мы видим пара рук взрослого человека и ребенка выпускающие корабли корабли как некая аллегория жизни путешествие до по жизни рождения чего-то нового если увидеть здесь детские руки и вот здесь нашего внутреннего ребенка условно говоря да и вот здесь что что вот мы выпустили да как будто бы реализация какой каких-то ваших детских возможно желаний на выпускается то есть здесь и идет единение взрослого и ребенка да как этот согласились то есть это может быть прямом как это положение да когда если у вас есть дети что вы пришли к какому-то общему знаменателю до перестали ссориться и вот вместе плывете в одном направлении да и либо это ваш внутренний ребенок наконец-таки вы договорились вы ощутили вот это вот высвобождение да то что вас обременяла причем кораблик смотрит вот сюда на прошлое не то что вот в прошлое она идет нет а то что было вас привязывала в прошлом она как будто бы высвобождается здесь там карта про это тоже карет вот такая вот была и вторая позиция так и мы перейдем к позиции номер три и зелененькую мука мешку поближе видно видно троечки давайте посмотрим что тут у вас столько шума у меня сразу было и таки знаете как это с кинотеатра заходишь когда еще не начала не начался фильм такой знаете шум дам все все говорят громко так весело веселье прям какая энергетика очень активная вот и моей голове как будто бы представление должно начаться и перед этой тишиной замолкание ваша активность что у вас происходит в жизни сейчас это аркан солнца это пожеслав на так подвинем пожеслав и арка мира и так что сейчас у вас происходит в жизни вот этот аркан солнца дам прямо напоминает я бог и царь на причем за кушки вы лишь и здесь также присутствует подсолнух как олицетворение солнце и бабочка знаете вот ощущение того что опять-таки энергетика дамы считываем энергии что сейчас происходит вот вы как будто бы высвобождаетесь еще не до конца потому что нету ног у человека но большая часть уже родилась да то есть изменение метаморфоза до вашей жизни она уже случилось да вы как будто бы причем на есть так интересно нижняя часть еще не проявилась но у меня вообще уже вот ощущение некой силы и мощи да то есть вы стали как будто бы более мощным человека вот прям здесь почему я говорю слово мощь потому что у меня энергетика она такая знаете напористая очень объемная масштабная глобальная могу даже сказать да направленная на реализацию какой-то вот конкретной вашей задачи как будто вы знаете человек пришел заявить о себе это представьте помещение и заходит человек очень яркой с очень мощной энергетикой не говоря ни о чем все обращаются обращают на него взор то есть все неожиданно замолкает и как фильмах бывает да заходит главный герой либо главная героиня прекрасная красивая там яркая накрашенная разодета вот и все на нее смотрят и как правило как показывает фильмах да огромное помещение вот она спускается по лестнице вот здесь вот что-то такое аналогичное да когда все обращают взор вот но человек полностью сказать что вот он еще не то чтобы он не уверен себе он полностью не проявился да но большая часть его уже проявлены и достаточной той части что она проявлена взору общему в социуме да она уже заметно то есть если полностью выйдет то это действительно будет самым настоящим солнцем таким светом который может затмить абсолютно все и здесь груди прямо нарисовано сердце энергия от очень мощная от этого аркана показывающие знаете как некая такая в ритуалах когда есть момент призыва до призыва либо поклонение неким богам кто во что верит то вот это вот мощное ощущение слияния с энергетикой да вот она наполняет именно вот таким образом да здесь ощущение того что может быть для кого-то некое озарение чего-то такого произошло до то во что вы верили как будто бы чувство да вот боги представьте как будто бы боги спустились на с небес на землю да и вот вы и вот это вот приветствуйте и ваше состояние ощущение некого такого ошеломления удовлетворения здесь смешанные чувства идут по этому аркану принятие это все я описываю сейчас ваше состояние на данный момент да это ощущение ваше восприятие чисто субъективно самого себя что сейчас происходит вашей жизни ну сам аркан по пажу жезлов нам показывает а то что очень много общения смотрите здесь он тоже находится на вершине точно так же как и солнце да как самое яркое светило здесь тоже некая аллегория вершины но все горизонты открыты и продолжение до арка мира все горизонты мир весь мир открыт то есть ощущение того что вы можете общаться на данный момент как прямом смысле с людьми по всему миру до какая-то коммуникация может быть ваша работа связана с этим либо вы как-то показываете себя полностью прямом смысле всему миру но однозначно здесь общение есть да но вот это вот как цветок да он показывает некое зарождение пажи до это начало то есть здесь идет вот некое ваше зарождение и здесь тоже зарождение здесь нету полного проявления полного рождения но вы идете к этому вы идете к аркану мира марка мира у нас говорят как раз таки о том что мы делаем в прямом положении делаем первый шаг да и делаем первый шаг в нечто новое то есть когда мы относимся ко всему абсолютно по-новому даму принимаем дальнейшем мы это будем развивать то здесь каждый человек это может быть как переезда начала чего-то нового как начало некого такого обучения как если мы говорим с точки зрения нашего развития как будто вы открыли для себя новые знания да кто-то для себя определился и вышел как-то на новый уровень именно в познании себя понимание себя здесь однозначно это все идет через коммуникацию куда вы идете еще четкого понимания нет потому что у пажа нету вот это вот продолжение да здесь как-то вот балкон либо еще что-то но вот это вот открытое пространство и она на высоте она дает как знаете как вариант до показывает возможности но пути пока конкретного я не вижу поэтому здесь только вот то некий начальный этап у вас происходит смотрим еще что еще происходит у вас в жизни четверка пендакли и девятка пендакли ну вот смотрите как красиво из четверки пендакли мы переходим в девятку пендакли четверка пендакли мы видим здесь человека который держит в руках до какой-то кейс что-то такое что очень важное для него удержание чего-то возможно здесь есть какие-то моменты но их но они не так явно не так проявлен да это вот какие-то мелочи что еще удерживать потому что смотрите здесь вот все таки по солнцу это ракушка почему не хочет сказать какой-то гриб даже как цветок он удерживает да есть какая-то часть которая еще удерживает на так вот вот эта вот часть она еще присущи да она еще есть я энергетически не могу сказать что это имеет на вас какое-то влияние давление на то есть что-то вас прям вот так вот сдерживает это знаете как будто бы некий такой теневой аспект в контексте того что если вы на это обратите внимание это вас будет сдерживать если вы не будете обращать внимание это не вот эти моменты или на качество либо еще что-то это не будет вас удерживать пока вы на это не обращаете внимание не придается значимость и важность этому да она не будет вас удерживать но к чему вы идете вот девятка пендакли и окан мира он как раз таки и говорит нам о целостности в этой колоде характерно то что в девятке педакли здесь нету заборы на здесь нету того что ограничивало бы вот самодостаточной да и целостности главные героини здесь опять таки мы видим дерево да и вот корни они вот прям этот камень до мощение того что они пробивают как будто вы через все трудности сложности да здесь все расцвело плюс ко всему птица да как свободное вольное существо решать самостоятельно что я хочу до в свободном полете ну и конечно безусловно барашек с одной стороны барашек как животное являлась предметом пожертвования в древние времена то есть жертвоприношения именно животными ну потому что людьми никто не может жертвовать да но вот барашек здесь вот такой знаете во первых молоденький то есть это как начало да а с другой стороны такая мягкость покладистость и вот девушка держит это в руке то есть ощущение того что что-то такое новое а мягкое приятное доброе что-то вселилась ваше сердце и вот это вот какие-то новые такие энергии которые помогут вам стать именно таким знаете зрелым человеком девятка педагли еще показывают заядлых холостяков так на всякий случай либо холостячик либо людей которые находятся в этапе восстановления себя но я не могу сказать что здесь вот у меня энергии что вы как будто вы собираете частички из себя на данный момент здесь ощущение того что вы уже прошли этот этап да здесь этап когда вы когда бабочка вышла уже из своего кокона и совершает вот знаете как будто бы расправляет просто еще крылья для того чтобы они подсохли и можно было летать то есть здесь уже все что должно было произойти здесь уже произошло здесь уже случилось меня нет ощущения того чтобы четверка педагли вас сдерживает ну давайте посмотрим на метафорических картах тоже что сейчас происходит вашей жизни помню на энергию смотрим не ситуация а энергию так что сейчас с вами происходит вот ну смотрите вот вам и история как раз таки проявилась да что с вами происходит была какая-то ситуация достаточно неприятная предательства почему именно предательство потому что здесь собака собака всегда в принципе друг человека например даны верный и очень близкий человек да вот прям здесь одно и то же лицо да только здесь собака кусают человека а здесь человек сам себя ранит то здесь может быть одна ситуация либо две либо вы сами себя раните вспоминая о какой-то предательство нехорошее отношение очень близкого человека к вам которая сделала вам больно либо вы вот это вот скорее всего то что оставшееся явление за что вы еще где-то держитесь скорее всего за воспоминания когда вы ситуация случилась когда кто-то возможно вас предал до укусил сделала вам больно очень близкий вам человек которому вы доверяли но вы своих мыслях постоянно сами себя ранить этим дату ситуация была единожды а вы ее прокручиваете постоянно 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 и это возможно и есть то остаточное явление которым я говорю который не дает вам полностью переродиться но в конечном итоге смотрите здесь та же самая девушка она уже стоит на горе именно гора здесь изображена почему потому что мы видим здесь облака до вокруг вот и меч направлен вниз вот такая позиция меча если бы он был наверх здесь это бы означало что нужно принять решение когда меч направлен вниз решение уже принято да ну то есть все что вам нужно было сделать вы уже решили вы уже победителем из всей этой ситуации возможно где-то научились отсекать вот это вот воспоминание на некое самобичевание возможно то чего вы боялись больше всего потому что все-таки собака это животное олицетворение наших страхов вы приняли решение и вы одержали победу поэтому здесь карты мне говорят о том что в чем-то возможно и это придало вам знаете когда мы преодолеваем какие-то свои страхи идем в них да и совершаем то чего боимся мы высвобождаем вот в момент преодоления этого страха да мы высвобождаем внутри себя этот блок эта энергия которая где-то была сконцентрирована больших объемов и было у нас как некий блок не давала нам нормальная энергия циркулировать так вот когда мы преодолеваем этот страх этот блок он раскрывается и весь потенциал этого страха этого сгустка ну образно говоря да энергия он высвобождается и когда вас вождать ему чувство прилив сил мы чувствуем прилив энергии и тем самым получаем удовлетворение так вот это вот карта она как раз таки здесь описывает что я стал победитель я стал на высоте я смогли бы смогла решить эту ситуацию и я чувствую прилив энергии знаете вот прилив энергия ощущается здесь как я я царь бог кто молодец я молодец прям знаете вот сами себя хвалите получаете от этого огромное удовлетворение и на еще одной колоде метафорической давайте посмотрим что нам скажут карты здесь что сейчас происходит вашей жизни подвину просто немножко что сейчас происходит вашей жизни ну вот что происходит ну смотрите внутри себя до карта показывающая здесь луна причем это луна новая они старые до внутренний мир прям какие-то перемены до которые произошли внутри вас достаточно позитивные могу сказать почему потому что во первых фиолетовый цвет у нас ну по крайней мере он здесь преобладает синий фиолетовый говорит о некой такой духовности до неком таком уроке потом вся карта у нас показывает некое бессознательно как правило во снах такие вот картинки проявляются но здесь как раз таки область солнечного сплетения вот этот вот свет который изливается да то есть ситуация которая была вашей жизни она мне говорит о том что вы прошли получили какой-то очень важный значимый урок в своей жизни а поскольку здесь маленький мальчик ребенок в объятиях своей матери у меня такое знаете вот ощущение что если вы действительно работали с какими-то сценариями непосредственно связаны с вашей мамой да почему потому что преданность это состояние это эмоции а им нас обучает наша мама до доверия то вот здесь вот ощущение того что кто-то из вас либо в прямом смысле работал сценариями с вашей мамой до либо сценарии некого такого доверия до самого себе были проработаны плюс ко всему ощущение некого успокоения внутреннего но и одновременно смотрите как интересно здесь вы находитесь на высоте а здесь я вас вижу не как главного героя да вот здесь вот этого большого а именно как маленького мальчика который проработав проработав свое бессознательно почему эта картинка идет как о лицетворении бессознательно проработав свое бессознательное какой-то аспект сценарий а он вышел на новую тропу и для того чтобы но здесь не то чтобы бороться с новыми героями да здесь как будто бы какие-то новые новые достижения что ли потому что если вы обратите внимание здесь тоже так же дракон да находится вот голова дракона вот и он стоит на своем драконе как будто бы укоротил этого дракона здесь значит царь некий такой да повелитель и он вот пришел поклониться конечно же напоминает картинку артура с мечом да только здесь он жезлом да то есть когда вы победили внутри себя какие-то силы это вот вас дайте придало какой-то уверенности для того чтобы сделать шаг шаг вперед навстречу чему-то такого новому знаете вот ощущение того что вот как будто бы этот ребенок он хочет стать вот этим вот кумиром да для него это некий такой кумир на которого он равняется кем он хочет стать на к неким таким победителем для себя то есть он определился и возможно то к чему вышли вот это вашей какой-то цели да вы боялись вы совершили этот первый шаг да вы нашли себе силы двинуться и по крайней мере вы уже достаточно близки к тому пониманию кем вы хотите стать да к чему вы пробежаете вот я просто хочу еще уточнить потому что меня здесь какая-то история раскрывается ну да и вот смотрите здесь утром 4 стихи проявлены земля вода воздух и огонь вы как будто бы здесь должны стать неким магом не случайно я вспомнила мерлина и артура вот знаете здесь как бы баркан мага я бы сказал что это вот прям про аркан мага укоротителя всех четырех сил вот это то к чему вы стремитесь то есть человек который может управлять своими эмоциями плотно стоит на ногах на земле у которого есть жизненные силы энергии по огню двигаться дальше достигает того чего он хочет при этом быть достаточно умным с прозорливым скорее всего таким умом до проницательным и свободным человеком ощущение того что вы хотите как будто бы укротить вот в лице этого дракона все вот эти четыре ваших энергии такая знаете мощь потенциал поэтому смотрите вот это вот карта да она как будто бы этим солнцем и является да то есть вот здесь вот как будто бы аркан мага а здесь аркан солнца то есть то к чему вы стремитесь именно поэтому я и почувствовала мощь очень большую по данному аркану но вы находитесь да вот почему ну для меня по крайней мере вот этот вот свет на этой карте преобладает для вас может быть там синий либо еще какой-то вот этого часть да именно по окрасу если вы посмотрите она очень хорошо накладывается вот на эту часть да то есть вот здесь вот ребенок это вот в этих цветах да человек это к чему стремится да вот к будущему это вот вот вторая да вот прям правая сторона левая сторона то есть он сейчас находится вот здесь еще где-то там где укоротил например плотно стоит на своих ногах четко понимая да имея опору под ногами землю и огонь это две стихии достаточно противоположные но при этом он их укоротил а то что предстоит это эмоции и разум до воздух и воду тоже также противоположные энергии вот как-то так мне показали сегодня карты и третью позицию пока я собираю карты хочу поблагодарить вас еще раз за то что вы остаетесь со мной не пропустите анонс эфира буду ждать вас хочу с вами пообщаться скорее всего это будет числа 9 четверг вот и наверно уже не на этой неделе на следующий и мне будет приятно снова вас увидеть а я с вами прощаюсь до нового расклада всем пока пока